Представители Министерства культуры и туризма Московской области выступили с предложением по-новому проводить работу на универсальных площадках для отдыха и запустили собственную акцию. Инициаторы решили не останавливаться на проведении ночи в музеях, а шагнули чуть дальше и пригласили жителей региона провести время в парках. Сегодняшний праздник ведут представители нашей команды КВН. Достаточно известные даже не только в Московской области, но уже начинают ребята выходить на уровень России, что приятно. Также интересным событием, я так думаю, будет сегодня конкурс телеведущих. Это совершенно новая форма работы. Посмотрим, как пройдет. В Центральном парке города Видное жителям предложили разнообразную программу отдыха. Активности на шести отдельных площадках привлекали внимание как детей, так и взрослых. Пока мальчишки и девчонки осваивали киберспортивную территорию, мамы и папы увлечены танцевали сальсу. Для любителей спокойного отдыха развернули кинотеатр под открытым небом. Любимые фильмы в уютный летний вечер смотрели семьями и наслаждались чудесным временем, проведенным вместе. Мы недалеко оказались, поэтому решили уделить время тоже и деткам. Они у нас тоже любят и кино посмотреть, и потанцевать. Поэтому решили выгулять деток, чтобы крепче спали сегодня. Главным местом притяжения всех гостей ночной акции стала летняя эстрада парка. Участники команды КВН «Горда Видное» устроили фееричное шоу с участием местных знаменитостей. Все выступления проходили с аншлагом. Хочется увидеть какой-то новый уровень молодежных мероприятий. Потому что сам работаю организатором и постоянно организовываю эти мероприятия. А тут хочется для души просто расслабиться, самому кайфануть, а где это сделать, как не здесь. Я просто хочу отдохнуть. Вот сейчас даже прикольно послушать, как человек поет. И это происходит на свободе, на воздухе. В наличии трех стен и очень круто. В эту необыкновенную летнюю ночь в парке можно было не только смотреть, слушать, но и принять участие в конкурсе. Попробовать себя в роли телеведущего смогли пятеро энергичных и смелых добровольцев. Прочитать скороговорку, прокомментировать репортаж с колес, а еще взять интервью, например, у известного фотографа и добиться чистосердечного признания. Все участники конкурса увлечены демонстрировали членам жюри свои таланты и способности. Даже зрители почувствовали полное погружение в телевизионную кухню. В импровизированной студии появлялись разные герои интервью. На экране демонстрировались видеоматериалы реальных сюжетов. За кадром не осталось ничего. Очень жалко то, что я проиграл. Вареники были лучшие. К сожалению, к сожалению. Ну, бывает такое. Ну, что сказать. Кому-то пятерки, кому-то шестерки. Мне камри 3,5. Мне этого достаточно. После подсчета голосов члены жюри назвали имя победителя. Итоговые оценки озвучила главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова. По мнению профессионала, все конкурсанты справились с заданиями на «Хорошо и отлично». Я же осуществила свою детскую мечту. Я стала ведущей на телевидении. Мне даже пообещали, что меня возьмут работать. Областная акция финишировала в час ночи. Но впечатления от масштабного праздника отдыха еще долго будут храниться в сердцах всех участников. Каждый из них теперь знает, что в парке можно не только побродить по тенистым олеям, но и здорово провести время вместе с семьей и друзьями. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.